Мы понимали, что играем с очень хорошей организованной командой, поэтому не зря они находятся вверху турнирной таблицы. Что касается нашей команды, то я считаю, ребята выполнили полностью установку на игру. Претензий никому нет по самоотдаче. Единственный результат, но у нас команда молодая, поэтому с каждой игрой стараемся все время улучшаться. Поэтому я думаю, если так будут выкладываться в каждой игре, то результат придет однозначно. Мы в принципе все игры смотрели Николаева. По сегодняшней игре, я считаю, была равная игра, поэтому результат немножко только разочаровал. Немного не хватило агрессии в атаке. Судейство комментировать не буду. Будем работать, а там будет видно. Вы поменяли Ивана Блылова на 65-й минуте, если не ошибаюсь. Хотя в основном острота атаки шла от него. С чем это связано? Ну, он сделал хороший объем работы, поэтому вышли ребята посвежее и хотели поддержать темп в атаке. А там будем разбираться. Сергей Васильевич, в первую очередь хочется поздравить вас с заслуженной победой. Как складывалась сегодня игра для вашей команды? Ну, не сильно заслуженная, я скажу откровенно. Потому что концовка, конечно, была... Да, если бы мы в первом тайме реализовали свои моменты, которые создавались, чтобы легче было. А я команду предупреждал. Вот, и заключительные матчи, хотя и не набирают очей, но и половину я там знаю, там, футболисты, хоть и молодые, но у них есть скорость, техника. Как раз они в Ю-19 играли. Вот, и предупреждал. Если вы посмотрите на турнировую таблицу, мы не угадаем. Потому что там и с «Энергией» они заключительный матч играли на каком-то уровне, подъем сейчас у них. А у нас наоборот, у нас наоборот, смотрите, мы как бы одним составом играем, одним составом. И видно, какая-то, ну, видно, чуть заторможенность. Нету речи, а будем думать, что надо сделать. Потому что видно, что наложение, пошло наложение. Но сегодня порадовали, порадовали замены. Вот, молодежь. Вот только вышли, сразу освежили. То, ну, боязно их запускать. Знаете, как у нас не было таких контрольных игр, ну, много. Периода такого полноценного, подготовительного, чтобы можно было посмотреть и тех, и тех. Это ж, вот, в разных, если я не понимаю, там видно, что прогрессирует. Потому что они просто вышли и освежили сразу. Вот это приятно. А так, конечно, нам сегодня, ну, как мы хотели достучаться за эти дни для них, то еще такое поражение, конечно, и выпало два человека. Для нас это много, для команды. Масал, Авокаты. Вот, и как-то на перестроение. И сам такой факт, может быть, как-то он и психологически немножко, ну, это наши проблемы, как, команду настраивать. Вот. Ну, а так нам, я же говорю, там, несмотря на игру, там, какую-то, сегодня вот нам надо было выжить, знаете, как вот это, переломить момент, чтобы завоевать три очка. Вот в сегодняшней игре. И то, что, допустим, я сколько лет играл за Кристалл против Судостроителя и за Судостроитель против Кристалла, это, как бы, традиционно, ну, даже, вот, Хевсон, он даже и где-то ниже, но он традиционно, вот, отбирали мы здесь очки и как-то, вот традиционно. Есть такие города, есть такие дерби, это точно, как Ключи говорит, это Днепр и Запорожье. Днепр чемпион, а Запорожье обязательно их обыгрывает. Я знал, что будет такая, ну, тяжелая игра, и мы очень рады, не то, что победы, а мы очень рады, то, что мы по турниру таблицы опять, вот, три очка нам прибавили, три очка, вот это, дай бог, да. Большинство очков команда завоевала, отыгрываясь по ходу матча, это значит, что у команды есть характер? Ну, это о чем-то говорит, это раз, вот, как бы, как завтра будет, то один бог, но я даже на установке сегодня говорил, вот, по ходу, по ходу, мы, допустим, в этом самом, в Мариуполе тоже так неудачно, как бы, складывалось. Но, я говорю, плюс, это, ну, как бы, наше вместе завоевание, плюс то, что мы проигрываем, мы, допустим, начинаем проигрывать, но мы все равно придерживаемся своей игры, вот, своей игры. Может быть, но создаем, допустим, не то, что там случайно мы забили и отыгрались, создаем там какое-то количество моментов голевых, хотелось бы, конечно, реализацию даже в том же Мариуполе, вот. Вот, ну, вот это, вот это хороший такой знак, то, что мы, ну, свою линию гнем, как бы так. Ну, так я могу ответить на этот вопрос. Через три дня на четвертый кубковая игра с премьер-лиговым рухом. Чего ожидаете от этой встречи? Как настраиваете ребят после сегодняшней игры? Ну, как, ну, что-то будем думать, вот. Сейчас распределим нагрузки в этом, в этом четырехдневном цикле, но, допустим, играя дома и проиграв Полтаве, Полтаве, а мы, как бы, в Мариуполе, мы даже на несколько порядков сильнее сыграли даже и по игре, и по функциональным возможностям, и по созданию моментов, вот. Ну, пока мисс нет у нас такой стабильности, чтобы, знаете, как стабильность, там, хотя бы процентов, там, 80 в чемпионате сыграть на каком-то, на одном уровне. Начало, вроде бы, как это самое, начало чемпионата, а сейчас, вот, чисто, видно, вот, ну, усталость, видно усталость, такая. Ротация нужна, нужна ротация, ну, вот, я же сказал, что сегодня, как бы, нам замены, ну, понравились, понравились, как ребята вышли, вот, и подхватили это дело. Сразу картинка, то они нас, вроде бы, прижали, прижали, а тут, как бы, такая пружина развернулась.